Музыка 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 Еще один способ натяжки вышивки для тонких Ты запомнила, как называется? Нет, я помню, что-то со стиркой связано А, стиратор Стиратор, вот Стиратор Это тоже такой интересный способ для тонких, допустим, шелковых или тонких льняных тканей, по принципу пялец, запяливание Только это все делается в пенокартоне В общем, интересные такие способы Мне очень понравился, я думаю, что я в дальнейшем буду использовать Наверное, все эти способы То есть ты считаешь, что мы не зря заплатили деньги? Ну, деньги смешные были Я думаю, что это стоило там Это, я не знаю, там, маленький набор Ну, не маленький, так, ну, маленький практически набор лиоли стоимость этого мастер-класса была, а информации получили довольно-таки много полезной И, как бы, нам объявили Ну, как бы, сами попробовали это сделать То есть, да Вот Тем более нам дали шанс натянуть свои вышивки То есть у нас был выбор Он мог бы принести просто канву И мы натягивали на картон для паспарту Но нам дали шанс натянуть свои вышивки Они спросили размеры И он подготовил картон именно по нашим размерам Так что тоже неплохой вариант Мы так и сделали с Фекули Мы свои вышивки притащили Кто-то даже изъявил желание, как я поняла, сделать натяжку круговой вышивки Но этот человек не пришел И он вздохнул с облегчением Хотя у него была заготовочка такая круглая Потому что это, да, это, наверное, особое искусство И он был рад, что ему не пришлось Заморачиваться, да, вот этим на мастер-классе Потому что, по-моему, этот круглый просто на другой день Там еще в субботу, по-моему, были мастер-классы Ну, факт тот, что он с нами этого человека не было Сказала, что слава богу Что сегодня не будем мы это делать Вот, поэтому, помимо того, что мы посмотрели, погуляли Пообщались, встретились Пообщались, что-то купили Попили очень вкусного кофе Потом, что еще Я ела такую классную штуку Пельменю такую На пару сваренную, корейскую Наверное, ты уже кушать хочешь Поэтому послай О еде Вот, то есть выставка в целом нам понравилась Конечно, хотелось бы больше денег Хотелось, чтобы вход был бесплатный Можно было каждый день туда пройти Потому что один день на выставку – это ни о чем Девочки, я скажу, даже два дня ни о чем Вот я два дня ходила, я до конца все не увидела Мне кажется, я и 30% вообще не увидела одного зала Я смотрю, девчонки выкладывают покупки там в том же Инстаграме Да, я смотрю и думаю, господи, где они это купили Там какие-то примовская голубая коллекция, допустим, там на персточек Я и не увидела на персточек, это уж ужас какой-то А я помню, что когда я все-таки купила канву для себя И мне положили эту канвушечку Вернее, это было не канва, ну канва, да, это мурана Кусочек мурана я купила такого светло-оранжевого цвета Мне как раз нужно было для вот этих всех пасхальных крикет коллекшен Мне положили в пакетик, на котором написано «цвайгард» И когда я брала свою курточку в раздевалке То одна женщина прямо к этому пакетику чуть ли не упала на колени Где купили, да? Да, да, она говорит, а где, где? Я говорю, да вот в двух местах здесь, буквально недалеко Она говорит, а я не нашла То есть, понимаете, можно ходить по выставке часами И не найти что-то И не найти то, что тебе нужно, поэтому... Я даже спрашивала у кого-то, когда я искала ткани Я спрашивала, я думала, что Наташа шелковая нить будет Я спрашивала, шелковая нить будет Не знаю, где шелковая нить А она была или нет? Нет, по-моему, не было все-таки Так что, в общем, в целом выставка понравилась Ну и я, Вера, наверное, ничего не взяла Я могу вам показать свои небольшие покупочки Конечно, я не брала всякие ленты, шапочки для бусин там и так далее Ну, я думаю, покажи просто вот наборы, которые я купила Это будут самые интересные покупки Потому что показывают иголки Да, иголки глупо И несерьезно, ребята Во-первых, мы нашли такую фирму, но все ее уже, многие точнее знают Называется она «Рукодельные забавы» И вот на стенде этих рукодельных забав Висел вот такой вот замечательный сиреневенький Я чуть шарик там не купила новогодний Органайзер, сумочка-органайзер Сюда входит только схема И выкройка в полный размер вот этой вот сумочки Стоила она, по-моему, 500 рублей Но я осталась очень довольна, очень интересно попробовать такое сшить Хотя, как вы знаете, шью я весьма посредственно и кривую строчку Вот, это была... Зачем ты это сказала? Я всегда так говорю Ну, чтобы потом претензий не было Что я тут про шитье рассказываю Что ты видела свои кривые строчки У девчонок в маках То есть у Надюшки Болбат и Мариночки Гончаровой Я купила давно мечтаемый вот этот вот азбук маки Наверное, схемку я вышью другую И у меня есть мысль сделать его двусторонним Но это... об этом позже Но вот я очень хотела и вот эту штучку я приобрела Так, сейчас я вам еще что-нибудь покажу Подождите, а куда у меня все запропало? Вот, это единственный набор от РТО, который я приобрела Хотя соблазн был, конечно, немеренный И хотелось купить... Какой ты купила набор? А, да-да-да-да Савеночка, Савеночка с красным шариком Называется этот наборчик в ожидании праздника Вот тот случай, когда картинка не передает всей красоты натуральной вышивки Вот такую вот штучку прелестную я приобрела А, кстати, какая-то снипочка Не мулина, да, обычная А, это пришивать, наверное Ну и, конечно, у Дивной Вишни я приобрела вот такие вот основы для вышивания в виде бобиночек Очень мне хотелось такие штучки себе купить Схемки бесплатные есть у нее в группе Но я думаю, что я попробую на вот эти вещи придумать какую-то свою схемку Надеюсь, что у меня получится Обязательно получится Вот Я тоже у Дивной Вишни перебрела наборчик Но он пойдет мне в подарок, поэтому я не покажу Вера, вообще-то А еще мы там нашли такую кладезь интересную Что там была компания, по-моему, как она называется? НИКО? Та компания, которая поставляет иголочки пони на российский рынок И у них были какие-то бешеные распродажи По-моему, как они сказали, что они торгуют даже дешевле своих оптовых цен И мне попалось два замечательных наборчика Первый – это «Танцующее кафе» От Design Works Да, по иллюстрации Рональда Веста То есть вот такой вот набор Не знаю, что я буду с ним делать Многие жалуются на канву и нитки Вот, ниточки, канва Вполне вероятно, я поменяю канву И, может быть, согласно ключу возьму нитки DMC Полная зашивка? Полная, по-моему А здесь какие нитки? Они пишут, что DMC, но девчонки говорят, что, как правило, это не DMC И еще один наборчик Это была моя мечталка и хотелка в тему осенних листьев Долго-долго я о нем мечтала Очень мне хотелось Никогда не было у меня набора этой компании в моих закромах, в моей коллекции И, увидев этот набор на выставке По цене, в общем-то, практически докризисной Они тебе еще скидку сделали, мне кажется? Ну, немножко, да Я не смогла удержаться и прикупила вот этот замечательный дикий виноград Осенний такой дикий виноград от компании Fujiko Это было такое самое дорогое и самое желанное приобретение Ну, в общем-то, наверное, и все Я вам показала, что я купила на формуле Было бы больше денег, взяла бы больше, наверное, мне так кажется А я пользуюсь случаем Хочу показать подарочки, которые я получила от Викули А, вот, у Верочки был день рождения В субботу Заранее подарки не дарят Поэтому вот это было Она сегодня принесла мне подарочки Их немного, поэтому я не займу долго ваше время и внимание А конфеты остались дома Ну, сладкие подарки, что показывать? Она мне подарила коробочку Мерси Что очень приятно Мерси Да А потом то, о чем она сама мечтает Днями и ночами Ну, это, по-моему, ты о чем мечтаешь? Не о Лугане Ты мечтаешь о... Я... да О Белфасте О Белфасте А это кусочек Луганы Винтажная канва Цвет 3009 Вдруг кому-то интересно И удивительно жизнеустроенная Я как раз на днях думала о том, что у меня закончилась винтажная канва Вот такого вот Несколько кофейного цвета И мне нужно прикупить что-то подобное Или уж заняться покраской канвы Вдруг у меня он самой получится А тут, опа Ты прям мысли мои прочитала Да Я такая И еще вот такие вот Симпатюлечки Красотулечки Я не знаю Вот это точно не будет видно на камеру Потому что далеко Такая подвесочка на ножницы На денежную удачу, что ли, да? На деньги Это лягушечка, да Лягушка, это к деньгам Здесь лягушечка, я не знаю, как ближе показать Ну, может быть, где-то еще в каком-то видео продемонстрирую И вот такую штучку, которая наверняка пригодится в наших путешествиях Мы же собираемся в путешествие? Да Мы все собираемся Самое главное, нужно собираться очень тщательно Тогда все получится Органайзер для ниток Наверняка вы видели вот такое приспособление Здесь органайзер на 10 ниточек И он позволяет ниточкам не пачкаться в дороге Иголочек Иголочек, да Иголочек тоже Ну, отличная вещь Я попробовала, у меня этого никогда не было Мне кажется, прекраснейшая вещь Спасибо, Вика, тебе большое Иголочек понравилось Очень понравилось Очень понравилось Я надеюсь, что понравится в самой работе В работе, конечно Да Ну, вот, наверное, все наши впечатления о выставке Немножко такие уже поутихшие Нам не удалось снять впечатления сразу после выставки Все-таки мы устали Мы были без сил практически Без ног, без рук И, по-моему, без головы уже Отстрелянные Такое ощущение, что у нас Нет, на самом деле Такое мероприятие Безумно приятное Но сильно выматывающее Согласна, согласна Потому что столько Сразу всего видишь Столько информации Столько Как бы смены впечатлений Что Я думаю, что на этом Мы будем завершать это видео Да Вам спасибо большое Что заглянули к нам На канал Надеюсь, вам приятно было Нас послушать Таких болтушек До встречи в следующих видео Всем до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok